Двухпартийная комиссия Конгресса США представила свой ежегодный отчёт о соблюдении прав человека в Китае. В документе говорится, что ситуация в 2019 году ухудшилась. «Комиссия обнаружила, что за последний год ситуация в сфере прав человека усугубилась. Верховенство закона продолжает деградировать». «Не стоит тешить себя надеждами. Китайская коммунистическая партия совершает преступления против человечности». В 300-страничном отчёте говорится, что за последние десятилетия китайский режим «использовал дорогостоящую и всеобъемлющую авторитарную систему, которая призвана запугивать китайских граждан, следить за ними и даже отправлять их в тюрьмы только за то, что они пользуются своими фундаментальными правами». В прошлом году Конгресс принял акт о правах человека и демократии в Гонконге. Он может открыть дорогу для введения санкций в отношении китайских и гонконгских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в этом автономном регионе. «Акт о правах человека и демократии в Гонконге стал законом. Администрация президента должна привлекать к ответственности любого, кто отвечает за незаконные аресты и другие серьёзные нарушения. Мы призываем нашего президента со всей строгостью его применить. И я уверен, что он это сделает». В отчёте также отмечается, что, как и в предыдущие годы, китайский режим продолжает подавлять духовные и религиозные течения, в том числе Фалуньгун – медитативную систему совершенствования души и тела. Согласно minhui.org, официальному веб-сайту Фалуньгун, в 2019 году около 10 тысяч приверженцев этой практики подверглись арестам и преследованию. За год была подтверждена гибель 96 человек в результате пыток и жестокого обращения. «Практикующие Фалуньгун продолжают сталкиваться в заключении с ужасающими условиями, включая избиение, насильственное введение лекарственных препаратов, лишение сна и другие виды пыток. Мы постоянно привлекаем к этому внимание. И мы уверены, что ещё многое нужно сделать, чтобы это остановить». Авторы отчёта также заявили, что необходимо прилагать больше усилий, чтобы остановить санкционированное властями Китая убийство живых людей ради их органов. Отчёт будет представлен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США.